Всем привет дорогие друзья! Вы на канале Реальная Беларусь и сегодня Кибер Слив. Сегодня мы поговорим о лукашенковских бандитов, которые рассказывают о том, какие планы и как они собираются проводить обыски. Чтобы и овцы целы, как они выразились, и волки сыты. Кто из них овца, а кто волк, в этом мы разберемся. Качалов Игорь Михайлович, лукашенковский бандит, который будет участвовать в нашем сегодняшнем сливе. И второй пассажир Конопадский Вадим Вячеславович. Эти два бандита обсуждают, каким образом они будут кошмарить белорусский народ. И почему в некоторые районы города они боятся суваться. Все это и многое другое прямо сейчас в нашем кибер-сливе. Со мной перегорите, хорошо? Да. Здравия желаю, Игорь Михайлович. Подожди секунду. Ну давай. Да. Здравия желаю. Здорово. Конопадский бесплатный. Ну я узнал, не буду. Да. Михайлович, я вот по поводу тех мероприятий, вот документ пришел по поводу включения технических мероприятий, обысков, проведения и все остального, да? По 9 мая. Смотрите. Вот я вот сегодня совещание проводил с УКГБ нашим местным. Так. Они все меня тут заверяют, что, ну оно на самом деле видно, что у нас сейчас вообще это ушло, это, ну нету активности этой, да? Что давайте мы не будем их будоражить, у нас основные эти объекты, ну лидеры эти, с Тачковым, ку**ым, они говорят, у нас они под контролем, мы не видим здесь никакой активности, не лезьте к ним на 9 мая, блять, в квартиры, ну то есть не ебашьте их, потому что создадите прецедент. Я подписывал, что обысков проводил. Документ подписан на Копишево. И там обысков проводить надо, да? Ну один из пунктов там, да, написано там проведение обысков. Значит, слушай сюда, хорошо, с КГБ ты сделал, там же, ну все-таки это, не, ну с КГБ переговорил, так? Это их посыл просто, я не то, что там все-таки буду делать. Ну, это же указание начальника криминальной милиции, я же не могу его отменить, указание, не могу. Поэтому, ну и в то же время, ты же опера не участковый, поэтому сделай так, чтобы как-то овцы целые и волки сытые. А в это направление надо сделать следующее. Никто же тебя не заставляет обыскать сейчас делать? Никто не заставляет. И никто нас не вяжет по рукам, мы не можем. Ну, а что нам, проблема вынести несколько двоек на наиболее? Нет, мы двойки вынесли, у нас на сегодняшний день... И держать под контролем руку на пульсе. Да, под контролем. Двойки у нас есть. Я же так понимаю, эту бумагу купишь и услал, с учетом того, чтобы мы руку на пульсе держали, могли на упреждение сработать. Поэтому ты посмотри двойки, а кто тебе запрещает обыскать? Тем более, Солигорск своеобразный город, мы всегда его из 23 районов, он был, как это... Форпост. Ну, со значком прим, то есть, ну, к нему, если ко всем там поодинаково относились, то к Солигорску совершенно по-другому. Его надо было в ручном режиме, ты же сам знаешь. Ну, да, да. Поэтому никто вам ничего не говорит. Если вдруг возникнет, ты скажешь, что я переговорил с комитетчиками, комитетчики настоятельно рекомендовали, что не надо обыска проводить. Просто я не могу отменить... Я за него, конечно. Понял. И с точки зрения наилучшего, когда создание оперативной, наиболее благоприятной обстановки в городе и в районе, ну, обыска не надо, но мы мероприятие поставили, подготов, может быть, наиболее интересных людей, может быть, там, за кем-то наблюдение установить. Рейдовые группы тебе придется пустить какие-то также. Не-не, все это спланировано. Ну, то, что вы уже сделали, вот это сюда и впишем. То, что надо сделать, мы и сделаем. Это даже не обсуждается. И в конце концов, посмотри, может быть, вы уже какие-то в розыске есть обыска на кого-то, и ты можешь спокойно сказать, что у меня обыска есть, но мы, чтобы не будоражить, сейчас, наоборот, не трогаем никого и смотрим на упреждение. Так вот, блядь, что-то все учить детскому саду надо. Ну, я понял, понял. Ну, я думаю, что ничего... Не, ну, я такой, ну, честный, то есть, потому вот и звоню, чтобы это... Не, ну, это все правильно, но, как бы... Без хитлинки. Я понял, понял, Михаил Иванович. Ну, у меня сейчас, вот, смотрите, семь технических мероприятий в отношении основных вот этих вот долбоебов, которые ходят постоянно тут у нас, кружат. Просто, смотри, подожди, дай я тебя перебью. Вот, не дай бог, что-то пошатнется и начнет, потом ты не скажешь, что... Не, ну, конечно. И комитетчики уйдут в сторону. Конечно. Скажут, ребята, мы, 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 у нас, мы ни о чем не разговаривали, это же понятно, мы уже этим научены, ну, все учат. Я ученый, да? 105. Нет, это, я извиняюсь, тут это, просто совещание как раз по этой же теме провожу. Я понял, то есть мы все это делаем и даем просто цифры, я понял. Конечно. Я понял, все, спасибо, Михаил Иванович. Ну, да. Спасибо. А, еще, алло, алло, алло. А может, что-нибудь, это, на завтра подскажете, может, куда что обратить внимание. Ну, совещание завтра такое серьезное, давно уже не было у нас. А, по оперативной ростной, по Солигорску особо претензий нету, но могу сказать. Ну, может. Тебе вы не дошла докладная еще? Да не дошла. А у вас когда, по секретке сегодня приходят? Ну, сегодня, ну, дай бог, что-то, а вдруг не дойдет. Посмотри, придет докладная записка большая, там, сейчас я найду. Она там, листок на 60 или на 70. Ой, бля. Ну, тебе не надо. Ты найдешь свой отдел, там, по каждому отделу отдельно. Если хочешь, я тебе сейчас вкратце могу быстренько дойти. Ну, на следующий случай, ну. Подожди, сейчас найду, я тоже так не могу. Сейчас, 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 сейчас. А мы вас проверяли или не проверяли, там? Конечно, ОООВКЕМ приезжал, все, подожди. Ну, так, Слуцк вижу, Смолевич вижу. Сейчас, смотри. 21.09.20 ДЛ поступила информация о том, что гражданка является поднадзорным, где не работает, употребляет наркотики. Сейчас, смотри. Это что, он не дали информацию, наверное, да, я помню эту ситуацию? Ну, там, как бы, они в курсе, это наркоконтроль известная личность. Да, до проверки указанной информации запланировано в следующем мероприятии. Проверить сигуранта по учетам. Ну, короче, первый заместитель начальника, наверное, милиции, согласился с запланированным мероприятием, что свидетельствует о формальном подходе рассмотрения поступившей информации. Кроме этого, при наличии справки информации о том, что профилактированное лицо употребляет наркотики, информация, короче, в подразделение НОН информация не направлялась. Так я, там, известная личность, я даже помню сейчас. В ходе анализа БДСИ установлен факт нарушения пункта 45, инструкции НОН-4, в соответствии с которым вся информация в отношении НОН содержит сообщение в записках, подлежит обязательной постановке на учет БДСИ. Не поставили БДСИ. Ну, тут, понял, это я понял. Так, 21.09.20 от ДЛ такой-то вступила информация в отношении конкретного лица, при этом нарушение пункта 45, лицо на учет БДСИ не поставлено. В электронную карточку БДСИ, ну, короче, не поставлено, так? Потом, и следующее, все, БЭП. Журнал учета прекращенных дел, оперучета, находится на архивном хранении неустановленной формы и подлежит замене. Ну, короче, что там за журнал? Устранено в ходе проверки. Все правильно. Если вдруг поднимутся, я не поднимутся. Я даже таки, я по Солигорску, по-моему, ничего не зачитываю. Там где-то вы проходите, ну, какой-то, бля, чисто так, для массовости. Так, имеют случаи неправильного исчисления срока проведения УРМ. А это везде. Это, блин, да, я уже, мы уже устранили, мы устранили этот косяк, я согласен. По всей области. Да, мы неправильно считали, я принимаю. Ну, не забывайте, например, если ты... Ноль часов, все. Да, ноль часов следующего дня. Все, все, я уже знаю, Михалыч, уже тут мы не повторяем. Ну, все, аналогичная ситуация, месяц, месяц, прекращенный УРМ. Вот это вот. А по Ленинону ничего там нету, никаких этих... Ну, по НОН только вон та справка, что и все, она общая такая. Ну, что информация по работе там. Не, не, что информация... А, вот это вот. Ну, а больше ничего нету. Ничего нету, да. Это вот в справке, что по-моему. А другие вопросы там, ничего к нам, никаких вопросов. Ну, по цыганам, понятно, у нас цыган нету, мы тут работу проводим. Дело у нас есть, накопитель. Ну, смотрите, по цыганам будут, будешь готов, потому что второй, один будет, сейчас тебе скажу, потом будут зачитывать по цыганям работу, будем разбирать еще дополнительно. И будем разбирать работу... По 108? Да, 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 докладная записка по 108. Ну, мы с следствием провели совещание, уже определились, мы сейчас указываем, раскрываем пункт именно 108. То есть пишем в связи с чем, непосредственно возникшим, застегнутым на месте совершения, имеющим там при себе эти предметы. Это мы уже пишем. Ну, все, короче, давай. Так, больше ничего, ну я понял, занятый, да? Ну, я готовлюсь к совещанию, мне же докладывать, так я сижу готовлю. А, я понял. Ну, все, спасибо, Михаилович, большое, спасибо. Вот такой вот лукашенковский бандостаг. Вот такая вот прогнившая система лукашенковского бандита и его прислужников. Спасибо огромное киберпартизанам за слив. Ссылку на их канал я оставлю в описании. Они публикуют актуальные сливы у себя на канале. Чтобы быть в курсе, нужно быть подписанным. Вы были на канале «Реальная Беларусь» и это был «Киберслив» от канала «Реальная Беларусь» и канала «Киберпартизан» специально для белорусского народа. Слушаем, запоминаем, ну а в ближайшее время, когда мы будем судить этих бандитов, напоминаем. Живей Беларусь! Пока!